всем привет добрый вечер испытываю очередной небольшой аппарат 3 киловаттная бражная колонна непрерывного типа вот такая вот колонна тут мне небольшой бардак всякие аппараты на полу не в этом дело видео для заказчика для того чтобы показать что его аппарат работает значит здесь у нас небольшое производство фокус 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 сколько вот показывает около 70 но в принципе аппарат делает 50 процентный самогон 70 процентов потому что мне нужно было испытывать у меня было очень мало браги какое-то количество спирта спирта сердца после прошлых дистилляции испытание я все это немного замешал в бадье пока новая брага не поспела потому что очень срочно нужно все это отправить и поэтому процентовку у нас такая повышенная так как брага который я перегоняю получилось крепковатая примерно 20-25 процентов вместо 10-12 поэтому и процент такой выходит высокий значит аппарат здесь у нас парогенератор видно как вода через обратку возвращается вниз парогенератора отсекатель отсекатель отсекает всплески воды которые могут попадать в колонну и делает так чтобы вода обратно возвращалась вниз делала предподогрев вновь поступающей прохладной воды и в колонну попадает только пар значит вот сама колонна она небольшая примерно метр пятьдесят пять метр шестьдесят в высоту относительно легкая пределы 20 килограмм вот такая вот компактная изящная ажурная работает здесь у нас уровень браги в колонне здесь кран регулировки подачи браги в колонну в принципе все регулируется только одним краном плана что было адекватная подача воды наличие самогона ну и в обязательном порядке такого либо другого ведра либо стеклянной емкости для сбора продукта вот я тут немного налил как раз проверял работу клапанов раскручивал вот здесь вот все клапан смотрел и нас винячил поэтому здесь вот немножко пролив такой водички ничего страшного в принципе на этом все видео короткое заморачиваться не хочу говорить в принципе а в такой колонне больше нечего потому что я таких колонн уже кучу наснимал я бы их они снимал если бы не нужно было показывать покупателю что его колонна работает вот она родная вот она работает ну все равно покупатель англоязычный для него я отдельный ролик сделал пожалуйста это для русскоязычной публики кому интересно то есть это оригинальная колонна такая какая должна быть не такая как у моих товарищей которые пытаются по лицензии собирать они очень многих вещей просто не делают на колонне для экономии в соответствии с покупательной способностью местного населения у меня вот такой клапан он не вниз сбоку он сверху все на гайках все раскручивается за 2 секунды если необходимо залезть что-то посмотреть не на фланцах ни на чем все вся колонна на гайках есть узлы дыхания есть узел предварительного подогрева браги чего на других колоннах нету которые называются моим именем вот есть дыхательный узел которого тоже на других колоннах нету вот такая вот байда ладно хорош саморекламы в общем еще раз производство уровень браги в колонне здесь вот у нас вот в этой трубочке кран регулировки подачи браги и работа парогенератора пожалуйста все как положено все пучком все на соединениях колонна разбирается моментально если надо ее перевести также очень быстро собирается и после включения через буквально пять минут готова к работе то есть уже выдает спирт на гора вот очень удобная для переработки больших объемов в небольших помещениях нет необходимости большого кубового аппарата и я считаю в чем преимущество таких колонн по сравнению с кубовыми аппаратами это в качестве производимого самогона то есть самогон возгоняется спирт серец возгоняется моментально только попадая в колонну в колонне находится буквально ну не знаю считанные секунды вот нету прямого контакта с элементами все ниже ста градусов в принципе происходит пределах кипения спирта я бы сказал как азиотропная жидкость в районе 90 градусов все это происходит нету контакта я уже сказал с элементами и самая основная вещь это то что получаемый спирт в отличие от кубового аппарата не вовлечен во все химические реакции превращение кипения и так далее контакт с металлами нагревательными элементами которые сами сделаны из металла и нагреваются подстегиваются химреакции то есть нет у этого вовлечения в кипение в течение нескольких часов ну скажем есть у нас 200 литров браги которые нужно перегнать она не будет перегоняться 2 3 5 секунд 10 минут она будет перегоняться несколько часов вот так вот тот спирт который выйдет в самом конце это будет спирт который плясал танцевал на элементах на тенах даже если на водяной бане то все равно был вовлечен в кипение вместе с мертвыми дрожжами со всеми добавками витаминизированными солями и так далее и тому подобное то есть все это мы будем иметь на выходе вот все равно кубовая жидкость пробивается здесь она тоже пробивается кубовая жидкость но минимальное нахождение в колонне моментальный сбор и поверьте мне абсолютно другой запах у сырца получается средств получается совсем другой ну а потом соответственно другой вкусу конечного продукта дальше уже можно и на кубовом ректификационном аппарате перегнать ну ладно это так отступление просто для того чтобы рассказать в чем преимущество как я думаю и плюс компактность компактность ее можно перевести то есть данная колонна может перегнать 900 литров за 36 часов без перерыва то есть вот так вот включили и все главное чтобы вода была электричество и брага она все это дело перегонит и в этом случае нам не нужно аппарата размером я не знаю даже тонну две допустим что все это перегонять потом не нужно ничего сливать вот это горячая вонючая страшно а если что-то случится то и неизвестно что делать плюс эту колонну можно отключить в любой момент времени то есть если у вас есть допустим запасе пару-тройку часов на то чтобы что-то выгнать вы можете включить гнать вы можете уехать ну главное чтобы электричество никто нигде не отключил и тоже оставить ее перегоняться если вам необходимо его выключить вы ее просто выключаете из розетки отключаете насос и уходите все на следующий день пришли через час пришли через два пришли включили через пять минут она работает вот в этом еще преимущество то есть время ожидания абсолютно минимальная ну и опять же перевести мобильность большой бак сильно не поперевозишь там надо много разбирать его куда-то грузить на чем-то возить здесь в багажнике автомобиля к пожалуйста раз перегнать может первую тучу ну ладно на этом все уже заболтался уже поздно буду выключать и готовить его к отправке до свидания